Блаженны нищие духом, то есть тот, кто наконец понял, что я действительно нищий. Ни одного доброго дела не могу сделать, чтобы не подчиславиться. Даю, кажется, доброе дело, а на самом деле или расчёт, или лицемерие, или тщеславие. Я нравственный человек, и никто не знает, что я улыбаюсь вот этому человеку, а на самом деле я его терпеть не могу. Вы знаете, на математических конференциях обычно, поскольку встречаются с разными направлениями науки, ну, и не только науки, то первым долгом, что делает докладчик, который выступает с какой-то своей определённой темой, он говорит, как понимать те термины, которые он будет употреблять. Потому что вы же понимаете, за каждым словом может стоять очень много значений, много значений, и поэтому очень важно, причём подчас даже эти значения могут носить противоположный смысл. Ну, вот, например, понятие мир. О чём будем это говорить? Мир. Мир отсутствия войны? Мир спокойствия души? Мир, о котором сказал Христос, мир мой даю вам не так, как мир даёт вам. Это о каком же он мире говорит? Не как мир даёт вам. Ясно, что не об отсутствии войны, не о каком-то душевном спокойствии, потому что все мы и так знаем, а это ещё какой-то мир он даёт. Вы представьте себе, а ведь мир как раз является корнем того слова, вот которого сейчас, в общем-то, подразумевательно сказал отец Алексий. Вот в чём дело. Потому что речь-то идёт, пойдёт об... Вот тут, вы знаете, я грешен. Во всех грамматиках написано «обмерщение». Я просто не могу. Ну, зачем же «обм»? Достаточно сказать «оммерщение» и всё. Правда же? И гладко, и мягко, и как хорошо. Ну, мне говорят, вы что, хотите свою грамматику установить? Я тогда придумал. Я слово «оммерщение», причём «оммерщение», видите, без «б», пишу как? Через и десятиричное. И десятиричное – это такая палочка с точкой. Уже никто не продерёт. Нужно написать обычный «и». «Ошибочка». А тут ничего не скажешь. Всё иначе. Ну, вот хорошо. Видите. И в данном случае, поскольку темой нашей встречи является ничто иное, как причины, причины «оммерщение», происходящее в нашей православной среде, в нас православных. И очень важно поэтому понять, о чём же ещё есть одно значение слово «мир», которое я сейчас не называл. Один из святых отцов седьмого столетия, «мир». Кстати, человек, которому бы уму которого, опыта которого позавидовал бы, пожалуй, любой философ и любой психолог прежде всего. Речь идёт об Исааке сирианине или Исааке сирин, то есть том Исааке, который жил в Сирии, но который явился действительным, если хотите, наставником всего последующего монашества. Вы знаете, седьмого столетия, как только его книги, его рукопись сначала узнали, начали переписывать. А уж когда началось печатание, тем более, и даже у нас, у нас в России, хотя книга печатания началась достаточно всё-таки поздно, тем не менее, Исаака сирина переписывали в монастырях во всех, и эта книга фактически была настольной для всего последующего монашества. Правда, в основном, и, пожалуй, только восточного, то есть православного. На Западе его и почти не знали, а потом и вообще фактически утратили. Не то он писал, к чему стремились люди. Так вот, почему о нём я говорю, извините за такое длинное вступление, но это же необходимо. Мы же с вами на математическом конгрессе, правда же? А не каком-нибудь другом. Поэтому я хочу вам зачитать, что он называл слово мир. Послушайте. Слово мир есть имя собирательное, обнимающее собою так называемые страсти. Вот ещё одно значение. Мир с точкой. Ещё одно значение. Когда вы хотите одним словом назвать ту совокупность страстей, которыми живёт человек, которым и все мы живём, хотя и в разной может быть степени подчиняемся им, то оказывается это называется словом мир. Отсюда слово мирской. Это отличает мирской от христианского, от церковного. мирской. Мирской не тот, кто не имеет сана. Нет, нет. Мирский может быть человек, имеющий все саны. Все. Какие угодно. И может быть совершенно мирским человеком. Мирский может быть мирянин, то есть не имеющий сана. Может священнослужитель. Может монах, монашествующий. Может, ну да. Может находиться в котором любой сан имея. Может быть мирским. Кто же является мирским, интересно? Тот человек, который живёт, как говорит наше писание, по стихиям мира сего. То есть, что называется под стихиями, в данном случае, подразумевается. Ничто иное, как на церковном языке, или языке аскетике. Называется страсти. Если же говорить так не очень уж так деликатно, мягко и культурно, так, то, можно сказать, нужно сказать бы иначе. И это было, пожалуй, точнее, точнее, но неприятнее. Грязь. Душевная грязь. Ну, скажите, можно ли назвать чистотой? Чистотой, когда человек лукавит, лицемерит, лжёт, ворует, обманывает, льстит? Это что такое? Раз не грязь? Предаёт, изменяет. Что это? Ну, грязь, конечно. Но, так и грязь, это очень грубо. Грубо, верно. Чем отличается христианство от всяких этих гуманистических направлений, которыми мы встречаемся, которые пропагандируются и проповедуют, которые утверждают человек, это звучит гордо, чем отличается христианство? Оно говорит просто, что же вы делаете вместо того, когда вы приходите к врачу, вы показываете свои больные места или нет? Или скрываете? Будете скрывать? Не приходите. А если вы хотите вылечиться, откройте, почёс, даже обнажите. Представьте себе, обнажать приходится, иначе не вылечишь. Чем отличается христианство? Вот так называемое мирского сознания. Мирского всё прячет. У нас всё хорошо, у нас это культура, у нас это любовь, на самом деле, даже разврат – это любовь. Это любовь. У нас брак. Ну, правда, необычный брак, гражданский, да, но брак. Говорят, это же блуд. Нет, это брак. Вы слышите? Нет, это моя, это, вы знаете, я очень хочу сделать человека приятное, поэтому я говорю ему, да чего вы хорошие, хотя, правда, у вас одной ноги нет, но вы лучший танцор мира, и хотя вы совсем оглохли, и у вас музыкального слуха нет, ну, слушай, вы истинный просто, ну, музыковед и концертмейстер, и не знаю, кто ещё. И вот льстим, и льстим всё. Мир, 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 на полной страте. Всё мы прикрываем. Суть его, в чём же состоит? Я очень хороший. Я хороший. Кое-что, правда, бывает, с кем не бывает, с кем угодно, но я хороший. Правда, до каких пор? Пока не затронули моё самолюбие. Вот тут всё, навеки враг. До того я хорош. Христианство тем и отличается, вот этого светского, или мирского сознания тем, что оно называет вещи своими именами. Причём как называет? Вы же обратите внимание, особенно сейчас, если мы посмотрим на это наше телевидение, если посмотрите интернет, там, кажется, тоже открывают страсти, но как развращающе открывают с целью развратить людей, внедрить в их сознание, заразить их этими страстями. Показать, что смотрите, как можно здорово жить. Без Бога широка дорога, красота какая. Христианство о чём говорит? Оно говорит о том, что мы все больны. Ох, как это не нравится миру! Я болен! Вы сами больны! Христианство говорит, что мы безумны! Но это вообще оскорбление, выше которого уже, наверное, не может быть! Вы понимаете, что говорит христианство? Наш ум повреждён! Вам нужны доказательства? Господи! Да их сколько угодно! Возьмите историю человечества. Чем она наполнена? Очень интересным явлением. С одной стороны, непрерывно, кажется, люди говорят, да, мир, а не война, как это прекрасно! Справедливость, а не насилие, это великолепно! Красота, а не безобразие! Да, к этому нужно стремиться! На самом деле, что мы видим? Вся история человечества, я думаю, для этого не обязательно, потому что нужно быть историком, наполнена чем? Насилием, кровью, воинами, несправедливостью, простите, это что, ум? А где ум? Ум, оказывается, является только орудием, с помощью которого один порабощает другого, только и всего. Один уничтожает другого, только и всего. Находит средства. Вот, оказывается, только чем наполнен наш ум. Где же ум-то? Это касается даже вот истории человечества. Вы знаете, чем характеризуется наука? Это очень важно. С точки зрения науки, никакая теория не может быть окончательно утверждаться, как научной, до тех пор, пока она не будет апробирована, чем? Доказана, чем? Опытом, фактами. Это принцип верифицируемости. Это один из необходимых принципов науки. Так в данном случае, вы смотрите, апробировано, с тех пор, как только достигла наша, ну, история, что ли, человека, достигла каких-то познаний, всю историю одна кровь. И, несмотря на это, несмотря на это, мы утверждаем, утверждаем человечество. Даже термин такой в биологии, вы знаете, какой термин? Homo sapiens. То есть, человек разумный. Как это сказано глубоко неверно? Боже мой! Да какой же это разумный человек! Нужно бы сказать, уж если по латыни говорить, то надо бы сказать homo fatus или homo stultus. Вы знаете, это латинские слова, которые, знаете, что означают? Fatus или stultus безумный, глупый, дурак попросту. О! Это было бы точно! Это было бы точно! Какие только не меняются режимы! Какие революции только не творятся! Какие войны только не происходят! Все во имя чего? Ну, ясно чего! Самого возвышенного! Homo fatus! человек глупый, безумный, а не sapiens, как это торжественно назван человек в биологии. Где там sapiens? Какая там разумность? А если мы косемся личной жизни? Ну, неужели трудно нам увидеть, насколько мы разумны? Ну, зачем мы льстим себе? Зачем обманываем, говорит христианство? Не обманывайте, пожалуйста, себе! Вы же видите, вы же знаете, из-за чего все наши ссоры? Из-за какого-то самолюбия, ну, лени, тщеславия, этой страстей ненасытных, которые нужно, вот, дайте ему то, другое, третье, десятое. Ну, где ж тут ум-то? Гомо фатоус, человек безумный. Я предлагаю переименовать все-таки человека. Ну, не знаю, что мне на это ответят наши ученые, биологи и прочее, но очень жалко. Это было бы куда точнее, и главное, что без лицемерия, без самообмана, это была бы точная характеристика человека. Он именно таков. Почему об этом приходится говорить? Потому что корнем всех этих нестроений, которые происходят в нашей жизни, как личной, так и общественной, и мировой, и исторической, как хотите. Вся причина её скрывается в том, что мы никак не можем себе сознаться, что мы больны. Потому что, как только я осознался, что я болен, я думаю, так, где лечиться? если мне сказали, что у вас там рак такой-то степени или начался, что человек делает? Неужели вопрос странный? Ясно, что? Неужели не ясно? касается, а когда здесь касается, здесь наотрез отказываемся признать это? Чем характеризуется, повторяя, этот вопрос, риторический, может быть, уже христианство? Оно говорит, ну, уже честно, просто призываю, честно посмотреть на своё личное состояние, на своё личное состояние. Ну и, пожалуйста, посмотрите на историю. Но если на себя сразу трудно посмотреть, правда, трудно, ну, посмотри на своих соседей, и вы скажете, о, ужас! Это кто ж такой? Я один остался хороший, всё вокруг меня такая дрянь, что это просто невозможно, ни на кого нельзя положиться. Хуже не придумаешь, и соседка, и сосед, и коллеги, и всё. Бедный я, один праведный. Вот если бы только посмотрели бы, тогда бы мы поняли, почему, что такое христианство, и к чему оно призывает. Вы знаете суть, смысл жизни с христианской точки зрения? Вот если такой вопрос задать, особенно тем, которые занимаются богословием, слышите, богословием, которые, знаете, могут пройти не просто курсы какие-нибудь, а там и школы духовные, смысл человеческой жизни с христианской точки зрения. Ответы какие? Царство Божие. Что это такое? Спасение. А что это такое? Рай пресветлый. Что это такое? Все сразу мы бросаемся терминами. Там всё. В чём смысл жизни? В чём смысл жизни больного человека, который ещё никак не признается, что он болен? Вот он пьёт и пьёт. Так? Алкоголик. Ты болен? Нет. Я просто сейчас выпил только по случаю праздника или мне захотелось. Но я не болен. Если я захочу, ну, вы знаете, это вся история всем давно известная. Эти истории никак. А, оказывается, христианство и говорит, что причиной всех вот этих нестроений человеческой жизни, и, в частности, нашей личной, является вот это неосознанное нами то состояние болезни, настоящей болезни, в которой мы находимся. Я вам упомянул имя Исаака Сирина. Почему? Что вот, наконец, сказать, что он написал по этому поводу? в чём же суть христианской жизни? Стоит обратить внимание, я бы сказал, стоит запомнить и даже никогда не забывать. Он выразился, ну, это человек восточный, и вы знаете, они, чем характеризуется восточный язык, в частности, мне очень нравится, он очень такой красивый, этот язык. он красивый, это не то, что современные понятины, знаете, одни, скелет даёт и всё. Нет, там восточный язык. Он пишет, блажен человек, слышите, что ж такое? Блажен человек, познавший себя, ибо это познание является основанием, корнем, и началом всякой благостыни. Человек, незнакомый совершенно с христианством, даже пройдёт мимо этих потрясающих по своей глубокой сущности слов. блажен человек, познавший это. Познавший себя, что это значит? Наконец, присмотревшийся к себе и увидевший, что оказывается, насколько я болен. Насколько я болен. Да не физически. Оставим. Физически все помрём. Мы только мечтательно живём. Все помрём. И никуда не денемся. И с каждой минутой приближаемся к своей последней точке. В каком бы возрасте и в каком состоянии мы не находились. Но мы, правда, не хотим об этом думать. Мы вечно живём на земле, конечно. Так вот, вы слышите, о чём он говорит? Блажен человек, познавший себя, познавший, что увидевший свои, то есть, болезни. Верно! Когда вдруг человек не знал, вдруг неожиданно соприкоснулся с медиками, и они сказали, ты знаешь, что у тебя? Знаю, что у тебя? Что? А вот! Вы знаете, ну и что, теперь всё? Нет! Надо лечиться! Как? Скажите! Вы слышите, ситуация какая! Правда же? Вот точно такое же происходит с человеком, который был мирским, то есть, который об этом совершенно не думал и даже не знал о том, что какие-то возможные, какие-то у меня какие-то внутренние заболевания душевные, вдруг человеку говорят об этом, вдруг он узнаёт, и если он поверит этим специалистам, доктора медицины, профессора, светила, вдруг говорят, да, у вас вот то-то. Ой, как важно, если он поверит, он начинает лечиться. Как страшно, если он не поверит, он погибнет. Соболевает и, может быть, такой болезнью, от которой сколько времени ещё он будет страдать здесь, здесь, на земле. Вот какова ситуация, ситуация не мирская, а христианская. Мне всё время хочется показать, хочется сказать, чем отличается христианский взгляд на человека, на смысл его жизни по сравнению с мирским. Христианство говорит, открой, посмотри, не лукав перед самим собой, не льсти себе, посмотри, вот твои страсти. Блажен человек, который познает себя. Да, блажен. Блажен, потому что он может начать с этим бороться, если захочет, если он поверит, что это зло. Он говорит, тщеславие, зло это или не зло? Ну, вы знаете, мне приятно похвалиться, сказать, какие у меня награды, как мне вот делал то-то и то-то, вы мне говорили, такое-то и сякое-то. Я напишу, вы знаете, воспоминания, напишу книгу, книгу, мемуары свои напишу, в которых, сами понимаете, что будет в моих мемуарах. Понимаете вы или нет? Вы же понимаете. Я лучший в мире. Не о каких подлостях своих я во веки веков не напишу, конечно. Напишу о каких-нибудь маленьких вещах, но я зато всё равно покажу, как я геройски, как мужественно из них вышел. Вот это я напишу. Это всё. И ура! И только! Христианство умоляет человека, посмотри, пожалуйста, на себя. Познай себя! Познай! А познать ничего ровным счётом не стоит. Стоит один день только понаблюдать за собой и увидим, что только во мне происходит. Достаточно одного дня. Достаточно только посмотреть, посредить за своими мыслями, за своим внутренним отношением к людям. посмотреть за своими глазами. Глазами! Знаете, какие у нас глаза? Вот такие плошки огромные. Выше и только кругом и крутятся, как локаторы во все стороны. Разве можно пройти просто? Ну, что вы! Своими ушами, за всеми своими чувствами один день только. А иногда, правда, хватит, может быть, одного часа, чтобы уже убедиться, кто я есть на самом деле, а не то, что я в себе чувствую. Блажен человек, познавший себя. Почему блажен? Во-первых, он может начать обращать внимание на это, обратиться к докторам. Этими докторами являются наши Евангелия, наши святые отцы, которые указывают пути борьбы, борьбы с этими болезнями. Вот я не могу, чтобы не отвлечься и не сказать вам. Вы знаете, к сожалению, в наших духовных школах, на самом деле, не духовные, а богословские школы. Насчёт духовности там я не знаю. Мы учим что угодно. Мы учим, кто такой Бог, столько Его наименований. Учим о Святой Троице, о Богооплощении, сколько точек зрения о спасении. Обратите внимание на Евангелие. Почти минимум вероучительных истин, но они даны и твёрдо. Бог, оказывается, это не просто единица в себе замкнутая и хотящая творить что угодно. Бог Троица, как же Троица? Любовь. Ох, любовь, а не справедливость. И потому эта Троица есть единица. Даже, говорят, в браке муж и жена одно. одно тело, одно душа. Дружба делает едиными людей. Здесь Бог Троица совершенной любовь, в которых единый ум, единая воля, единая благодать. Вы слышите? В Боге Троице не три ума, не три благодати, одна, один. Почему? Потому что любовь. Высший принцип человеческой жизни. Оказывается, что такое? Любовь. Ибо Бог источник нашего бытия. Посмотрите, к чему мы призваны? К этому закону бытия, а не к чему либо другому. Так вот, ещё что сказано о богооплощении. Да, да, причём не просто Бог воплощается, как это в языческих религиях, там воплощаются, меняют маски, меняют маски просто Боги. Нет! Даже скажу вам такую вещь, не Бог воплощается, а второе лицо Святой Троицы воплощается. Вот это тайна какая! Это удивительно! Об этом просто некогда говорить, вы знаете, это же потрясающе просто! Ещё одно! Наконец, потрясающая совершенно истина, которая никак не входит и не может войти в сознание, не христианское сознание. Спасение совершается не всемогуществом Бога, который что хочет, то и делает. Он же Бог! Нет! Апостол Павел пишет, мы проповедуем Христа распятого иудеям соблазн, Эллином, всем прочим, безумие! Ещё бы! Бог! Накрыть, что за смех один! Какой же это Бог! Да, христианство возвестило истины, которых человечество не знало, и которые принять-то, кажется, невозможно, несочетаемо. это же потрясающая истина! Любовь до смерти, до страданий! Вот это да! Я что хочу сказать? Истин, которые мы находим в Евангелии, очень немного первоучительных истин. Всё внимание Евангелия, всё внимание апостольских посланий, всё внимание нашего Священного Писания, на что направлено? На что направлено? На необходимость изменения человека. Человек и ты изменить. Все эти истины, всё имеет значение только до тех пор, пока они дают нам возможность наконец понять, кем мы являемся. Кажется, самому Богу пришлось приходить воплощаться, чтобы исцелить нас. Настолько мы смертельно поражены. Вот что понять. Всё Евангелие наполнено, наполнено только блаженные, и начинается перечисление. И первое, что стоит, блаженные нищие духом. То есть, тот, кто, наконец, понял, что я действительно нищий. Ни одного доброго дела не могу сделать, чтобы не подчиславиться. Ни одного. Даю, кажется, доброе дело, а на самом деле или расчёт, или лицемерие, или тщеславие. А где же оно твое бескорыстное добро? Блаженно нищие духом. С чего начинается? С чего начинается? Что сказать? К сожалению, даже в духовных школах все программы забиты в основном вот этими вероучительными вещами всякими, историей, апологетикой, чем угодно, кроме одного. того. А что одно? Должно быть направлено воспитание человека. Воспитание человека. Кстати, вы знаете, насколько в этом отношении лучше духовные школы закрытые. Здесь хотя какое-то воспитание происходит. А вот эти теологические так называемые факультеты, там пришёл и ушёл. Пришёл, послушал лекцию на богословскую тему и потом пошёл куда-то, ну, на какую-нибудь дискотеку или ещё что-нибудь. Правда же, как здорово! Слушаю лекции о Боге, а потом смотрю всякие фильмики такие, о которых лучше бы и не говорить даже, и так далее. Закрытые школы в этом отношении лучше, лучше. Здесь всё-таки соблюдается какая-то дисциплина, какой-то порядок, хоть некое приучение к молитве. А открытые, я не знаю, в Германии, например, провели опрос, опрос на теологических факультетах в Германии. Ста человек, ста профессоров, преподающих, слышите, теологию, то есть богословие. И вы знаете, только два человека из них оказались верующими. Ну как? Правда, теология хороша? Но ещё бы! Ещё бы! Не приходится удивляться, что теперь протестантизм сейчас дошёл до того, что уже отрицает самые основополагающие истинно христианство. Так вот, в чём и так я возвращаюсь к нашей главной теме, самой главной теме. Чем отличается христианство от мирского? Тем, что оно утверждает, что мы действительно повреждены и умом, и волей, и сердцем, то есть органом чувств, переживаний и желаний. Повреждены. И в этом человек, пожалуйста, это же не нужно говорить как какую-то истину отплечённую. Ты можешь сам спокойно убедиться в этом, голубчик. Понаблюдай за собой буквально чуть-чуть, и ты увидишь. Чуть-чуть. И поэтому говорит, эти вещи, эта повреждённость рождает в нас то, что мы называем страстями. То есть этими всякими гадостями, которые исходят из нашей души. Вы знаете, я не могу, чтобы не сказать, вы знаете, какая разница между нравственностью и духовностью? Учтите хотя бы, потому что есть общечеловеческая нравственность. Ну, правда? Ну, понятно, конечно, есть. Убивать нехорошо, кажется, хотя воюем. Да. Воровать нехорошо, конечно, но без этого как же обойдёшься, да? Ну, в общем, есть некие общечеловеческие нравственности. Ну, что это такое, скажите? Ну, вот человек живёт в условии, когда когда он оказывается в силу внешних даже обстоятельств никого не убивает, не ворует, не нарушает какие-то законы, так, не изменяет семье. Вот вам и нравственный человек. Нравственный? Нравственный. Что о нём скажут соседи? Да, да, человек хороший, всё. А что такое духовность? Дух мы не видим, не слышим, мы только ощущаем. И что же это есть? Духовность – это то, что скрыто от взоров человеческих, и что происходит во мне, и никто не знает, что вот я улыбаюсь вот этому человеку, так, а на самом деле я его терпеть не могу. Я осуждаю его, и что о нём ещё думаю всякие гадости. Никто не видит моего лицемерия, моего лукавства. Это ужасные вещи. Моего внутреннего осуждения, моего тщеславия, моей гордыни. Никто может и не видеть этого. Я нравственный человек. Вы знаете, почему приходится говорить об этом? Сколько раз приходилось встречаться, когда прямо говорят, а я за собой никакого греха не знаю. Я не знаю. Я всё же, я живу нормальной жизнью человеческой. Я никого не обманываю, ничего не ворую. Я вот так с одним профессором говорил, светского университета. Очень приятный, кстати, человек очень приятный. На самом деле, он совершенно даже говорит, у меня всё нормально, с семьёй нормально, во всех отношениях нормально, что вы ещё хотите. Духовность – это внутренняя жизнь, которая, оказывается, наполнена чем? Нашими желаниями, нашими мечтаниями, нашими стремлениями, нашими целями, которые, ой, как подчас отличаются от этой внешней жизни. Совесть должно быть эталоном. Но когда мы внутри себя, мы говорим, а я никому зла не делаю. Мир живёт. Самое большее, о чём он говорит, это о внешней нравственности. Об этом ещё может говорить. Но эти разговоры несостоятельны, потому что если чего нет внутри, то обязательно обнаружатся и наружу. И мы видим, во что превращается мирская жизнь. Мы видим. Достаточно посмотреть телевидение, этот несчастный интернет, ещё более несчастный, чем телевидение, наши газеты, журналы и так далее, рекламы. и мы видим, что происходит. Вот он, мир, выливается на поверхность. До какого бесстыдства причём уже дошла культура. Я помню, как-то читал книгу «Дикари живут на Западе». Но там речь шла просто о каком-то племени африканском. Я подумал, верно, верно, сейчас мы должны так и сказать. «Дикари живут на Западе». Это Европа, это Америка. Докатили до таких извращений. Да не просто докатили до извращений, устраивают парады извращенства. Парады, вы слышите? Ну, кажется, вы грешите, вам нравится и живите. Нет, нет, нет. Мы устраиваем парады разврата. И поэтому озлобляются страшно, что ещё в России нет этих парадов. На Украине попытались как-то произвести это, но молодцы украинцы. Они там чуть ли не забросали. Так пришлось уже полиции, я не знаю сколько уже там полиции собрали, чтобы защитить этих пропагандистов этого извращения, чтобы их не повели камнями и бутылками и чем попало там. Молодцы! Просто честь и хвала им! Оказывается, духовное состояние человека обязательно выльется и наружу. Обязательно и выливается. Мирское, то есть наполненное вот этой грязью, грязью, которая, к сожалению, живёт в каждом человеке, но человек по-разному может к этому относиться. Что происходит с православным человеком? Мы же говорим с вами, пытаемся о причинах умерщения никого-нибудь, ни мира окружающего, а нас самих. Есть причины, конечно, внешние. Мы от них мы никуда не денемся. Это внешняя культура. Это вот эта пропаганда через средства массовой информации, которая заражает, особенно заражает молодёжь, которая уже воспитывается и которым, к сожалению, в семье не дают никаких средств противодействия, не вырабатывают никаких иммунитетов в семье. надо же именно этим заняться. Обязательно надо заняться. Но как можно заняться? Нам же нужно понять, детям мы должны объяснять, не за ручку водить в храм и причащать нам, и всё, и пошёл. Объяснять, отвечать, говорить о том, что такое христианство, отвечать на их вопросы, это необходимо. Самим даже, вы знаете, один из способов, ну просто так, рекомендую способов, чтобы заинтересовать даже ребёнка, сказать, вы знаешь, вот как, вот я не могу, ты знаешь, это понять, а почему ругаться плохо? Я никак не пойму, ну что же, в нашем языке употребляется же это всё, мы слышим, а почему это плохо, ты знаешь, Ванечка, я вот никак не могу понять, как ты думаешь, а, Ванечка, как ты думаешь, почему это плохо? Пусть Ванечка поговорит, надо же находить, чтобы сам человек отвечал, и потом объяснить ему, что вот так ругаться, как отругаются, как говорят, нецензурно, это, это, знаете, есть ничто иное, как взять и искупаться в своём ге, вот что это такое, гадит человек тут же и купается в нём, вот что это такое, правда, Ванечка, ты смотри, он, может быть, задумается, поймёт, что это такое, и так, внешне есть причина, конечно, которая действует на нас, поскольку мы живём не в пустыне, а в этом же самом мире, но главная причина не внешняя, а внутренняя, внутренняя, и одна из них, или первая из них, что мы не понимаем вот этих замечательных слов Исаака Ассирина, блажен человек, познавший себя. Мы пропускаем все свои ненормальные поступки, пропускаем мимо, мы их не видим, мы не хотим их замечать, я всё равно хороший. Вы знаете, до тех пор, пока человек, ну, не увидит, что он болен всё-таки, до тех пор, пока пьяница, не согласится с тем, что он пьяница, бесполезно его лечить. Это давно уже известно. Говорят, без самого его вылечить невозможно. Так и мы первое, что мы должны, это увидеть себя. Каким образом это делать? Очень простой способ. Надо свою, вот, обычную нашу жизнь сопоставлять с чем? С Евангелем. Только и всего. с Евангелем. Вы знаете, вот сейчас какая болезнь поразила нашу церковную среду? Одна из болезней – лезть. Лезть – это ужасная вещь. Это ужасная вещь, что творится. Как льстят немножко более высшим себя, чтобы даже в наших храмах что творится, какой патокой сладкой обливают этого бедного человека, у которого какой-нибудь, допустим, юбилей или что-нибудь. Только потому, что он старший, что он настоятель или там архиерей и всё такое. Лезть, лезть и лезть. Хотя лезть считается страшным грехом. Кстати, знаете, кто льстит? кто сам ждёт похвал себя, себе ждёт похвал. Кукушка хвалит петуха? Почему? Потому что хвалит он кукушку. На это и расчёт весь в конечном счёте. А если высокий человек, то, глядишь, и ко мне будет он по милостиве, и мне ничего худого не сделает, а то, глядишь, и продвирит меня. И идёт эта жуткая болезнь. Охватила и стала, вы знаете, что? Это стало буквально нормой. Сейчас просто приходится удивляться. Смотришь так, слушаешь, почему это начальствующее лицо не скажет, я вас прошу, остановитесь. Нет. Нет. не останавливает этих листецов, которые лгут, прямо открыто лгут, и всё. Какая беда! Я вам сказал об этой, так сказать, нравственной стороне, которая очень видна, а хочу сказать о другой и, может быть, ещё более глубокой причине омерщения нашего. Вы даже, наверное, и, может быть, и не подумаете, о чём я хочу сказать. Впрочем, вы уже прозорливые и уже знаете. Но, знаете что? Меня крайне удивили слова одного, я бы сказал, великого иерарха русской церкви, епископа 19 века Игнатия Бринчанинова. Я уж не буду говорить, это какой-то удивительный человек был по всем своим данным, по всем. и в то же время это был настоящий подвижник. И вот он вдруг, читаю, говорит. Говорит. Кому причём говорит? Не только нам, православным мирянам. Монашество говорит. О чём бы вы думали? Надо начать учиться молиться. я в полном недоумении. Да я хожу в церковь, хожу в церковь, что ещё? Ну, утренние, там, вечерние правила, а он, надо начать учиться молиться. Нужно бы со всей серьёзностью обратить внимание на эти слова. причина вот этого оскудения духа в нас – это полное прекращение молитвы. Фактически почти полное. Если мы молимся иногда, то молимся о чём? О земных вещах. О земных вещах. Ну, приходят постоянно, говорят, привозят мощь. Вот помните, в Храм Христа Спасителя, Святителя Николая привезли. Там что-то миллионы два прошло людей. О, если бы кто-нибудь стоял вот здесь диктофончиком и каждого опрашивал, о чём вы молитесь, о чём вы молитесь. Это была бы картина, я вам скажу, страшная, страшная картина. Мы, наверное, не нашли бы, боюсь, ни одного человека, который бы сказал, я вот молюсь сейчас Святителю Николаю, помоги мне избавиться от осуждения или от зависти, или от тщеславия, таких, я боюсь, не найдёте. Это православные люди, миллионы. Я, может быть, ошибаюсь, о, как было бы замечательно, если бы я ошибался, но мне кажется, что к Святителю Николаю шли не за этим, да и даже не к Святителю, а частицы мощей, которые у нас и по храму в Москве было достаточно. Итак, нет, от других вещей дай нам благо на земле. Вот что! Вот какое дело-то! А смотрите, что пишут святые. Посмотрите, в Арсенуфе Эликий писал, «Нехорошо с усилием молиться о том, чтобы получить исцеление, не зная, что тебе полезно». В прошлом году скончался старец Адриан в Псково-Печерском монастыре, который некоторое время иногда отчитывал. Так? И перед смертью, это пишет его лучший друг, это опубликовано. Он, что называется, покаялся. Я говорю, я вижу, что я ни одному человеку не принёс пользы. После этого отчитывания они часто становились ещё худшими. Многие возвращались опять и опять. Никакой пользы. мы молимся только дай нам благо на земле. Посмотрите, что Исаак Сирин, который упоминал, писал, «Не будь несмыслен в прошениях своих, чтобы не оскорбить тебе Бога неразумием, ибо кто у царя царей домогается маловажного, тот унижает его честь». И он приводит пример, когда вдруг нищий пробился к царю с просьбой «Дайте, дайте, дайте, наконец, его пропустили, ну, ладно, подходи». И вдруг он у царя просит гноя, тот с гневом приказывает казнить его. Что мы просим? Это самое большее, что в молитвах, оказывается, мы просим. Но даже если, когда мы читаем действительно молитву, читаем «Отче наш», то интересно, можем ли мы прочитать целиком эту молитву, чтобы не улететь в Австралию? Не знаю, интересно, много ли людей, которые могут дочитать целиком, целиком, до конца эту молитву. А уж не говорю молитвы, что вы! А оказывается, мы совершенно не только не знаем, о чём молиться, но ещё не умеем молиться. И он говорит, нужно начать учиться молиться. И призывает к чему? Он говорит, да, наш ум уже настолько болен, расслаблен, что мы не можем уже более-менее пространную молитву прочитать внимательно. Поэтому, говорит он, начните с той великой, оставленной нам всеми святыми отцами, этим чудесным, чудесным священным преданием молитвы Иисусовой, Господи, Иисусе Христе, помилуй меня. Сможешь человек это с вниманием прочитать? Ну да, это, пожалуй, смогу. Начни с этого. Начни. Раз, два, три. Хорошо. Через какое-то время ещё. Какое-то время ещё. Надо начать учиться молиться. Потому что в молитве открывается наша душа для действия Божия, действия всемогущего, действия, которые действительно оживотворяют нашу душу и помогают нам во всём буквально, в том числе, в том числе, надо же сказать, и в мирских делах. Даже в этом. Потому что мир души, который даёт молитвы, даёт возможность более правильного, осмысленного, разумного отношения к делам. Нужно начать учиться молиться, а не просто высчитывать там или вычитывать там. Богу не нужны наши слова, а нужна молитва. Отсутствие молитвы, которое, кстати, повсеместное, к сожалению, является одной из главнейших причин того, что мы оказываемся совершенно мирскими людьми. Тот же Игнатий Брянчанинов писал, что в прежние времена даже многие из мирян знали, что такое умная молитва. А теперь, говорит, и в монастырях редко-редко, еще до XIX век, редко-редко найдешь монаха, который бы знал, что такое умное делание. Умное умом, не языком, а умом и сердцем. Вы слышите, какие вещи? Вот это одна из главных причин. Но вы знаете, что мы делаем? Мы пытаемся подменить это чем? Разными вещами. Во-первых, объявляем, что мы ходим в церковь. Кажется, нужно? Конечно, нужно. А как же не нужно? Совершенно верно нужно. Ну, слушайте, в церковь можно прийти, и каким пришел, таким ушел, не помолившись, а только поглазев, поосуждав и помечтав. в церковь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.